Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Денис Гончарук и в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Для нас, конечно, это все в шок. Трагедию, произошедшую в семье Куропаткиных, можно было предотвратить. Об этом говорят их знакомые. До массового убийства, по словам родных, мужчина преследовал супругу. Нужно сейчас два часа лежать, не вставать. Их работа – спасать людей, как проходят трудовые будни работников станции скорой медицинской помощи. Поздравляю всех врачей. Каннских медиков с наступающим Новым Годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. С подарками и песнями для работников ковидного госпиталя они приехали из Саянского района. Трагедию можно было предотвратить, так считают те, кто лично знал погибшую семью Куропаткиных. По словам родных, мужчина преследовал супругу, неоднократно избивал на глазах детей. От мужа-тирана женщина уехала на съемную квартиру. Эти кадры сняли следователи. На них видно, погрома в квартире нет, а на кухонном столе стоит свежий букет цветов. Знакомые пары говорят, мужчина хотел вернуть семью. При этом многие подтверждают, он избивал жену. Женщина ушла от него и подала на развод. Коллеги погибшей до сих пор не могут оправиться от шока. Мы никогда не видели, чтобы она приходила в таком угнетенном состоянии. Она всегда была на позитиве, всегда улыбалась. У ней не было такого плохого настроения, никогда не было. О сложной обстановке в доме погибшая сильно не распространялась. При этом, по подтвержденной информации, серьезный конфликт между супругами произошел в октябре. Тогда женщина сняла побои и написала заявление в полицию, а после ждала развода. Она доброжелательна, с любовью относится к детям, пользуется уважением родителей, коллег. То есть это такой, вы знаете, всегда позитивный человек, действительно позитивный, довольно-таки спокойный именно по темпераменту. Поэтому для нас, конечно, это всех шок. Внешне ничего не предвещало беды. Она готовилась к Новому году. Жестокое убийство произвело широкий общественный резонанс. В социальных сетях говорят о насилии в семье и обвиняют в случившемся органы профилактики. По основной версии следствия, мужчина в ярости зарезал жену и детей, после чего свел счеты с жизнью. Сегодня стало известно, что расследованием дела занимается главное управление по краю. Накануне на месте убийства побывали руководители краевой полиции и следственного комитета. Нам остается еще разобраться по месту жительства этого гражданина, по месту работы, изъять соответствующую технику. Естественно, посмотреть возможные его увлечения в области компьютерных каких-то технологий. Ну и дадим соответствующую оценку. Совершенно пока очевидно, что, конечно, это серьезная большая трагедия. Тем временем в социальных сетях появилась информация и о том, что в последнее время подозреваемый ударился в спорт и здоровое питание, которые не раз становились поводом для агрессии с его стороны не только к семье, но и знакомым было место в его жизни и религии. Но вот из каких-то источников он черпал вдохновение и могли ли они стать своего рода спусковым крючком, сейчас и выясняет следствие, изучая увлечения мужчины. Денис Шабуров, Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Выплаты молодым специалистам в Красноярском крае медики скорой помощи получат подъемные до миллиона рублей. А как проходит их служба в нашем городе, узнаете из сюжета моей коллеги Юлии Олениковой. На часах только 10 утра на станцию скорой помощи поступил уже 12-й вызов. Бригада работает оперативно и слаженно, время на раздумье – непозволительная роскошь. Все движения доведены до автоматизма. На этот раз в бригаде фельдшеров попался рядовой случай – повышенное артериальное давление. Но даже в такой ситуации крайне важно ничего не упустить. Ваше давление сейчас 125 на 80. Нужно сейчас два часа лежать, не вставать. Хорошо? Хорошо, хорошо. Если захотите встать, только потихонечку. Ножки спустили, посидели, встали и пошли. Ольга работает на станции скорой медицинской помощи уже около 15 лет. Признается, бывает тяжело, особенно в последнее время из-за пандемии. Но, несмотря на это, она даже не задумывается о том, чтобы расстаться со своей профессией, так как медицина – это призвание, от которого просто не откажешься. Я люблю свою работу. Я долго очень хотела сюда попасть, на скорую помощь. Но я попала сразу после медучилища, пришла. Я очень горжусь. Как бы тяжело, но все-таки приходится работать, справляемся. Учимся, подтверждаем свои категории. Вместе с Ольгой в бригаде работает молодой специалист Александр. Рассказывает, изначально было страшно, ответственность огромная. Но все приходит с опытом. И теперь мандража перед вызовами нет. Тем более молодой человек с самого детства грезил о медицине. Отучился в Каннском медицинском техникуме. Пришел работать на скорую. Работаю, доволен. Работа нравится. Мы через каждые пять лет проходим повышение квалификации, узнаем что-то новое. Не хватка кадров на станции скорой помощи – одна из главных проблем. Особенно это ощущается среди врачей и молодых специалистов. Как отмечает главный врач, одна из причин – то, что Каннск – провинциальный город. И врачи здесь устраиваются на работу неохотно. На данный момент укомплектованность врачами на скорой помощи составляет у нас 60%. То есть работает 9 человек из 15 возможных. Укомплектованность в фельдшерами составляет 98%. Сейчас у нас работает 71 человек из 74. По возрастным показателям, значит, средний возраст врачей у нас составляет 60 лет. То есть это уже пенсионный возраст, можно сказать. Чего нельзя сказать о фельдшерах. Фельдшера у нас в среднем возраст 36 лет. Возможно, именно подъемные молодым специалистам и помогут решить кадровую проблему. Напомним, с 1 января 2022 года те молодые медики, которые придут после окончания учебы на работу на станции скорой медицинской помощи в Красноярске, Норильске, Ачинске, Минусинске, Каннске и Лиссасибирске, получат выплаты. Фельдшера 500 тысяч и врачи – миллион рублей. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Стало известно, как учреждения здравоохранения города и района будут работать в новогодние праздники. Естественно, жители Каннска не окажутся без медицинской помощи. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, стационар останется на круглосуточном режиме работы. Так же, как и все остальные экстренные службы. Поликлиники будут работать 2, 4, 6 и 8 января. В это время в них будет работать служба терапевтическая, будет работать хирургический кабинет, будут проводиться перевязки, процедуры. То есть, тот необходимый объем для наших жителей, он будет в полном объеме оказываться. Кроме этого, в эти же дни будут работать участковые больницы. ФАПы будут у нас работать 2, 4 и 6. Прививочные кабинеты 31-го будет работать в Порт-Артуре. 1-го числа будет работать в Порт-Артуре. 2-го, 4-го, 6-го и 8-го в обоих поликлиниках будут работать прививочные кабинеты. 3-го января работает во второй поликлинике. 5-го января будет работать в первой поликлинике. И, соответственно, 9-го числа и 7-го будут работать в Порт-Артуре прививочные кабинеты. То есть каждый день прививку можно получить. В политехническом техникуме в эти дни работать прививочный кабинет не будет. Там проходимость у нас не очень высокая, но в поликлинике или в Порт-Артуре можно будет в ежедневном режиме прививку получить. В участковых больницах будут работать в рабочие дни. Также будут на ФАПах работать в рабочие дни прививочные кабинеты. Если у кого-то появится насущная необходимость, они могут связаться либо через медицинского работника, либо через главу в районе и договориться о получении прививки. Все телефоны будут в объявлениях указаны на всех ФАПах. Поэтому можно будет звонить и спрашивать. Женская консультация, так же как поликлиники, будет работать 2-го, 4-го, 6-го и 8-го. Стоматология неотложенно работает каждый день. Поэтому можно обращаться с острой зубной болью. В ночное время, в приемный покой, с любыми недугами, пожалуйста, можно будет обратиться либо на скорую помощь. Сразу после короткой рекламы мы расскажем о чествовании каннских школьников, предновогодних праздничных акциях и о том, как поздравили каннских медиков. Гости из Саянского района. Не переключайтесь, оставайтесь на пятом канале. Дорогие друзья, коллектив магазина «Трактор Деталь» поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Желаем вам новых свершений и побед, богатых урожаев, исправной техники и финансовой стабильности. Мы ценим ваше доверие и всегда стремимся соответствовать запросам потребителей. Мира и здоровья вашим семьям. В сети магазинов ДНС акция «Новогодние покупки». Только с 17 декабря по 9 января. Купи полезные подарки для всей семьи. Так робот-пылесос «Мамибот» с функцией сухой и влажной уборки всего за 11 499 рублей. ДНС. Больше, чем кажется. С 20 по 31 декабря пройдет выставка-ярмарка рыбы от компании «Вкусная рыбная». Большой ассортимент продукции из Камчатки, Норвегии, Сахалина, Владивостока и Чили. Семка, Чавыча, Форель и многое другое. Ждем вас. Мы находимся в Порт-Артур-2 возле магазина «Столица». В магазинах «Ценолом» и на сайте «Ценолом.ру» праздничные скидки до конца года. Распродаем холодильники, телевизоры, стиральные машины, смартфоны, да вообще все. Огромный выбор подарков и невероятные скидки до 50%. Чествование лучших школьников состоялось на сцене городского дома культуры в Каннске. Депутат Государственной Думы Юрий Швыткин и глава города Андрей Береснев лично поздравили ребят с Новым годом и вручили сладкие подарки. После поздравительной части в конце мероприятия всех ребят ждал сюрприз в виде старой доброй сказки. По щучьему велению. Мать, значит, горбатится, здоровье свое гробит, а ты цельный день на печи валяйся. Так слышно? Так слышно. На мероприятие были приглашены ученики всех школ города, а также дети из многодетных семей. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Одаренные дети и 20 ребят спортивных школ Каннска. Все они были награждены за успехи в учебе. Дорогие друзья, дорогие ребятишки, я от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником, с наступающим Новым годом. В преддверии Нового года в регионе стартовали партийные новогодние акции. Не остались без внимания и жители Каннска. Подробности в сюжете моей коллеги Юлии Олейниковой. Внуки-то есть, нет? Циркорий натурально растворенный. Внуки есть? Внуки есть. Чай. Чай. Поздравительное. Ежегодно накануне праздника активисты Единой России поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Партийцы доставляют к новогоднему столу продуктовые наборы, сувениры и витамины. Одним из них и стал Григорий Орловский. Мужчине 94 года. На фронт его призвали еще со всем мальчишкой. Воспоминаний много и далеко не все они приятные. С колхоза меня призвали. Образование четыре класса. Десять лет прослужил, дослужился до офицерского звания. Голова-то работает, хорошо работал, а грамоты-то нет. Некогда было учиться. Вот с таких лет работали, все мешочки таскали. Как отмечает сам ветеран, важно, что сейчас над головой мирное небо. И все силы, что были брошены на защиту Родины, оказались не напрасны. И, конечно же, приятно, что про его заслуги не забывают. Поздравляют с праздниками, навещают, справляются о здоровье. Здравствуйте. Как нет? Вот волшебный микрофон тебе принесли. Партийцы не оставили без внимания детей. Маленькая Таисия очень любит петь. Именно поэтому в рамках акции «Елка желаний» попросила микрофон, который и лично принес депутат Госдумы Юрий Швыткин. Мы вообще ходим заниматься в центр Каннской семьи. И там нам предложили поучаствовать в этой акции. Мы написали. И вот, конечно, очень приятно. Спасибо всем большое. «Елка желаний» – это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Самое главное – общение, самое главное – навестить тех людей, которые нуждаются в поддержке. Они, в принципе, сами-то ничего не просят, но сам внутренний посыл ведет нас к этим людям. Даришь не просто так, формально. Вот мы говорим про акцию, но эта акция – это внутреннее содержание всех нас. И те чувства, они переполняют просто-напросто. И, как говорится, даешь частичку души своей. Как «Елка желаний», так и акция «С Новым годом ветеран» – это прежде всего внимание и забота. Возможность дать понять людям, что о них помнят, о них думают и о них переживают. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Каннских медиков с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. С подарками и песнями для работников ковидного госпиталя они приехали из Саянского района. Как они рассказали, это пилотный проект, в котором наш город оказался первым, так как является центром восточной зоны и принимает у себя большое количество больных коронавирусом со всех ее территорий. Сейчас такая у нас обстановка во всем мире, и нам, работникам культуры, не хотелось оставаться в стороне. Охота была принять участие, хоть как-то помочь, не быть безучастным. И мы в своем районе, вся культура Саянского района, мы провели концерты, и средства, собранные от этих концертов, были потрачены на приобретение подарков для врачей, для больных этого ковидного госпиталя. Приняли участие не только зрители, которые покупали билеты, а еще приняли наши организации, которые собирали подарки, собирали сладкие сюда призы, апельсины, мандарины. И вот мы привезли, и вот мы здесь. Поздравляю всех врачей, которые сегодня, которые вынуждены быть оторваны от дома, которые трудятся сегодня в красной зоне, которые борются с этой тяжелой болезнью. Хочу пожелать им терпения, удачи, и чтобы они поскорее возвращались домой, и чтобы мы, наконец, победили ту заразу, чтобы уже в 2022 году мы забыли об этой болезни. Это все, что подготовила наша информационная служба на сегодня. В студии был Денис Гончарук. Всего доброго. До свидания. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало. Сейчас нашим миром прервано. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение от Орион Телеком. Для самых чрезвычайных ситуаций. Внимание! Ликвидация товара в магазине Рублевка. Мебель от производителей. Успевайте. Скидки на все до 31 декабря. Наш адрес. Улица Эйдемана, 21. Долгожданные скидки от магазина «Столица» с 18 по 31 декабря. Скидки 15% на зимние куртки и зимнюю обувь для всей семьи. Наши адреса. Торговый центр «Порт Артур-2», ЦУМ Эйдемана, 21, а также торговый дом «Восточный квартал». Внимание! Внимание! Магазин «Рыба-мясо» поздравляет вас с наступающими праздниками и приглашает к нам. Для вас всегда самая свежая рыбка, свежемороженая, соленая, вяленая, горячего и холодного копчения, мясные копчености, колбасы и деликатесы для вашего стола. У нас самые низкие цены и отменное качество. Поставки напрямую от производителя каждые три дня. Начинает действовать акция. При покупке от 3,5 тысяч гарантированный подарок. Ваш любимый магазин «Рыба-мясо». 6-й северо-западный микрорайон, 6-3, район КПП «Солнечный». Приглашаем вас на сказку для взрослых чародеей. Там будет много смешных эпизодов и до боли родных песен и музыки. Берите с собой друзей и близких. Место встречи ГДК 29 декабря в 18.00. Субтитры создавал DimaTorzok